День Святого Валентина Давайте разберемся, был ли Святой Валентин на самом деле. Да, Святой Валентин жив в Италии в третьем веке в городе Тернии и был священником. За свою святую жизнь он получил дар от Господа лечить болезни, призывая имя Господа Иисуса Христа. Он был казнен 14 февраля 270 года, а два века спустя был прославлен в церкови в лике святых. Но как связана память Святого Валентина с Днем Всех Влюбленных? Одной из версий Святой Валентин тайно венчал влюбленных. Однако это не более чем легенда. Во все его времена в третьем веке нашей эры просто не существовало особого обряда венчания христиан. Он появился гораздо позже, спустя нескольких веков. По другой версии, традиция празднования Дня Святого Валентина, как Дня Влюбленных, закрепилась под влиянием английской и французской литературы с конца 14 века. Отец английской поэзии Джеффри Чосера написал в своей книге «До птичьи парламент». По народным поверьям, в этот день 14 февраля птицы начинают таскать себе пару. Но вероятнее всего, этого дня заменила себе упрекалий. Древнегреческий праздник – плодородие. Отдельно скажем о традиции дарить в этот день открытки Валентинки. Создание первой Валентинки приписывают еще герцогу Арианскому в 1415 году. Он сидел в темнице и отправлял нежные послания своей любимой жене. Однако позже, в эпоху Возрождения, когда в Европе многие языческие обычаи, люди вспоминали древние упрекалии. Девушки в этот день опускали кусочки пергамента со своими именами в вазу. Оттуда их по очереди вытаскивали юноши, как тянуть жребий. Девушка и парень, который достал пергамент с его именем, становились мужем и женой. Но это на время праздника, а там как получится. Мы хотим предложить в этот день дарить друг другу иные Валентинки. Красивые открытки, в которых будет написан гимн апостола Павла. Любовь долго терпит. Любовь милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Не гордится, не бесчинствует. Любовь не ищет своего. Не раздражается, не мыслит зла. Любовь не радуется неправде, а зарадуется истине. Все покрывает, всему верит. Всего надеется, всего приносит. Любовь никогда не перестает. А также мы хотим пригласить всех влюбленных, любящих. Кто хочет найти вторую половину? Православные храмы на молебень о множении о любви. И мы помолимся о том, чтобы любовь умножалась в наших сердцах. И попросим об этом святого Валентина. Да, ведь это общий христианский святой, память которого чтится в Православной Церкви и святым Петру и Февронии, князям Муромским. Такой молебень проводится в наших храмах впервые, но будет проводиться каждый год в этот день. Вы можете войти в историю. Однако главное в том, что любовь – это самое лучшее, самое чистое и самое дорогое, что есть в нашей жизни. Любовь – это счастье. Вот этого счастья мы попросим у Господа. 14 февраля во всех храмах после службы пройдет молебень, обращенный ко Господу о умножении любви, милости и любви Божьего. Субтитры создавал DimaTorzok